Юлия Макшанова вместе с маленькой Евой изучают уютную однокомнатную квартиру. В марте молодая семья переберется в такую же. Два года, поскитавшись по съемным квадратным метрам, признаются устали. Теперь это позади благодаря госпрограмме «Жилье для российской семьи». Жили на съемной квартире, платили ежемесячно чужому человеку, естественно, свое жилье. Гораздо приятнее оплачивать. Те же самые деньги платить. Подбираем шторы, подбираем гарнитур, стол, диван. Естественно, будем как-то обуючивать. Макшанова – одна семья из тысячи, кто уже заключил договор долевого строительства. Еще более трех тысяч участников программы определяются с проектами, в которых будут приобретать заветные квадратные метры. В Самарской области на сегодняшний день 13 проектов, где льготные категории граждан могут приобрести жилье по 35 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. 63-й регион стал передовиком в вопросе реализации задачи федерального значения. Расширил список людей, которые могут претендовать на пониженную процентную ставку по ипотеке и доступный квадратный метр. К бюджетникам и многодетным семьям добавили и тех, кто более 10 лет зарегистрирован на территории Самарской области. А также семьи с несовершеннолетними детьми вне зависимости от возраста родителей. Традиционно это льготники, все наши льготные категории граждан. К ним также причислены и ветераны боевых действий, и дети-сироты, также имеют право воспользоваться льготным ипотечным предвидетом. Это и госслужащие, и работники бюджетной сферы, учреждения здравоохранения и образования. По итогам 2015 года регион в рамках программы «Жилье для российской семьи» сдал в эксплуатацию свыше 46 тысяч квадратных метров, став абсолютным лидером по этому показателю в России. К концу 2017 года застройщики и участники программы должны сдать и ввести в эксплуатацию почти миллион квадратных метров жилья. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События.